МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Накануне в результате ожесточенных боев с террористами вооруженные силы Украины взяли под контроль пропускной пункт Червонопартизанск. Об этом министр обороны Валерий Гелетей доложил президенту Петру Порошенко. Кроме того, силы АТО полностью освободили от боевиков город Северска Донецкой области. Сейчас он находится под полным контролем украинских военных. Над горсоветом поднят государственный флаг. Также наши бойцы взяли под контроль пограничный пункт Изварина в Луганской области. В Луганске террористы продолжают обстреливать из минометов жилые кварталы и аэропорт, которые контролируют украинские силовики. И, как сообщили в пресс-службе Гурсовета, в результате действий наемников за минувшие сутки в городе один человек погиб и еще пятеро получили ранения. Украина обратится в Совет Европы с просьбой признать, что офицер-летчик Надежда Савченко находится на территории России в качестве заложницы. Ее содержат там в нечеловеческих условиях. На основании этого Москва должна будет вернуть ее на родину. Судьбу Савченко президент Украины Петр Порошенко обсудил по телефону с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Глава государства пообещал, что власть сделает все возможное, чтобы защитить нашу летчицу. Кроме того, Петр Порошенко высказал возмущение принудительным предоставлением российского гражданства украинскому режиссеру Олегу Сенцову на территории Крыма и дальнейшим его содержанием в московской тюрьме. Никто не имеет права похищать украинских граждан и украинских военных. Это нарушение всех, без исключения международных соглашений, всех норм международного права и является категорически неприемлемым. Российские власти не собираются выдавать Украине арестованную летчицу Надежду Савченко. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Напомним, украинке Савченко в России инкриминирует причастность к гибели двух журналистов. В середине июня у города Счастья под Луганском боевики захватили ее в плен. При этом российские следователи утверждают, что украинский офицер-летчик под видом беженки нелегально пересекла границу и была задержана во время проверки документов. В свою очередь Украина же официально заявила, что женщину похитили террористы и переправили в Россию. По факту похищения летчицы Надежды Савченко, луганская прокуратура открыла уголовное производство. Организация Объединенных Наций обеспокоена фактами незаконного вывоза граждан Украины в Россию, в том числе и Надежды Савченко в Воронеж. Об этом заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Новонет Пиллей. Он отметил, что тенденция к нелегальной перевозке в Россию без основательного задержания украинцев в соседнем государстве постоянно растет. ООН уже получила от Украины материалы относительно похищения Надежды Савченко и в ближайшее время обещает отреагировать на факты нарушений прав человека. Террористы на Донбассе жестко избивают и пытают людей, а также заставляют писать сепаратистские лозунги собственной кровью. Об этих и других нарушениях прав человека идет речь в отчете Международной организации Amnesty International по ситуации на востоке Украины. Правозащитники составили список из ста мирных жителей, которых захватили в плен вооруженные боевики. По их информации, людей чаще всего похищают и удерживают по политическим мотивам. Однако немало и фактов, когда террористы используют похищение и пытки для того, чтобы держать население в страхе или с целью выкупа. Напомню, ранее стало известно, что донецкие боевики освобождают пленных за 20 тысяч долларов. Натсовет по вопросам телевидения и радиовещания дал сутки провайдерам на отключение российских телеканалов, которые они продолжают незаконно ретранслировать на территории Украины. Об этом сообщила член Натсовета Ольга Герасимюк на своей странице в Фейсбуке. По ее словам ранее, Натсовет в своем иске компании Турсат просил суд признать программы четырех российских каналов, а именно первый канал Всемирная сеть, РТР Планета, Россия 24 и НТВ Мир, не отвечающими законам Украины и Европейской конвенции о трансграничном телевидении. 25 марта Киевский административный суд принял решение приостановить трансляцию этих вещателей в Украине на время рассмотрения иска. Однако, несмотря на это, провайдеры Донецкой и Луганской областей не исполнили решение суда и продолжили трансляцию российских телеканалов в эфир. Большинство жителей Донбасса не поверили массовой кремлевской пропаганде и просто хотят жить в новой лучшей Украине. Так, в эксклюзивном интервью телеканалу БТБ прокомментировал недавнее исследование Киевского международного института социологии польский аналитик Лукаш Венерский. Напомню, согласно результатам опроса на Донбассе, за время боевых действий рейтинг доверия к Владимиру Путину и лидерам самопровозглашенных республик резко снизился, тогда как больше всех в регионе доверяют Петру Порошенко. Там его поддерживает 37% населения. Это далеко не первое исследование, в котором украинцы, жители Донецка и Луганска, высказываются резко против присоединения к России. Они хотят остаться в обновленной Украине, в стране, прошедшей процесс децентрализации. Украинцы ожидают, что киевская власть начнет этот процесс. И это одна из главных целей сегодня – подготовить правильную схему децентрализации, чтобы доказать жителям Донецка и Луганска, что проблема действительно решается. Лично мне особенно интересен вопрос об уровнях доверия к президентам Порошенко и Путину, к лидерам самопровозглашенных республик Донецк и Луганский. Проведенные опросы показали, что у населения Донецкой и Луганской областей нет доверия ни к действиям самопровозглашенных лидеров, ни к российской пропаганде. Российские СМИ не смогли убедить жителей этих двух регионов, что самопровозглашенные главы республик находятся на своих местах. Большинство граждан не поверило в это. В июне зафиксирован прирост депозитов в банковской системе в гривне. Как сообщает Нацбанк Украины, их общий объем увеличился на 0,1%, а прирост кладов населения в национальной валюте в июне составил 3,3%, или 7 миллиардов гривен. На 1 июля на депозитах украинцев лежит почти 222 миллиарда гривен. Эксперты такое увеличение называют сигналом к стабилизации банковского рынка. Напомним, ранее глава Нацбанка Валерия Гонтарева сообщила, что по фиксированному курсу вклады физлиц в украинских банках в июне вернулись к росту после непрерывного падения с начала года. По информации НБУ, умножение остатка средств физлиц на счетах банка в пределах 2-5% зафиксировано в большинстве регионов Украины. А в Херсонской, Кировоградской, Закарпатской и Житомирской областях этот показатель достигал 5-9%. В то же время отток депозитов наблюдался в Автономной Республике Крым и в Восточных областях, где продолжаются боевые действия. Ну и пока на этом все. Далее полезная информация о курсах валют и ценах на бензин. Еще увидимся. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»